Ситуация в Афганистане оказывает большое влияние на афганских студентов, желающих обучаться в российских вузах. В связи с закрытием границ учиться стало сложнее. О том, какую поддержку оказывает Казанский университет, в нашем сюжете. Ситуация общего хаоса в Афганистане в связи с закрытием границ коснулась в первую очередь афганских студентов, обучающихся на территории Российской Федерации. Мы поинтересовались у эксперта из Казанского федерального университета, как быть в таком случае студентом и что необходимо сделать правительству, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Пошло бы к власти какое-то легитимное коалиционное правительство, правительство общественного доверия. И вот после того, как ситуация бы, например, урегулировалась, афганские студенты получили нормальную процедуру при прибытии в Россию для обучения. Так сказать, никаких ограничительных мер не было. Безусловно, имеется и другая причина, по которой для афганских студентов закрыт въезд на границу Российской Федерации. Это проблема, связанная с COVID-19. Дело в том, что Афганистан, он сегодня является территорией, ограниченной для доступа, именно в связи с тем, что там имеется всплеск заболевания COVID-19. Естественно, урегулированная проблема COVID-19 на территории Афганистана тоже связана с реализацией политики нового правительства, которое сегодня должно формироваться. Вот это тоже важный момент. Напомним, что на недавнем совещании министр науки высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил, что у России нет какой-то централизованной программы помощи афганским студентам. Но многие вузы по собственной инициативе создают для студентов из Афганистана различные дополнительные возможности, связанные с расселением в общежитие, выплатами дополнительных пособий. Также он отметил, что в первую очередь вузы берут на себя ответственность за помощь афганским студентам. Говоря о Казанском федеральном университете, на данный момент в нем обучаются 25 афганских студентов, двое из которых дистанционно. Сейчас мы будем оказывать им поддержку для того, чтобы они смогли продолжить свое обучение в нормальном режиме. Есть также вновь поступающие студенты, то есть распределенные по линии Россотрудничества. Их всего 13 человек, все они находятся на территории Афганистана. 12 из них обучались у нас на подготовительном факультете и тоже находились на территории Афганистана. Напомним, что на прошлой неделе в Казанском университете состоялась встреча руководства КФУ со студентами из Афганистана. Обсуждались вопросы дополнительной поддержки студентам. Тимирхан Алишев отметил, что Казанский университет находится в плотном контакте с Росотрудничеством, Министерством науки и высшего образования, с Министерством иностранных дел для оказания поддержки студентам, которые находятся в Афганистане. Далее свои вопросы задали обучающиеся из Афганистана. Подавляющее большинство касалось вывоза студентов в Россию, оказания материальной поддержки и трудоустройства. Я как представитель студентов, мне, конечно, студенты, которые сейчас находятся в территории Афганистана, постоянно пишут, звонят и спрашивают, как они могут обратно сюда приехать, чтобы университеты и российские государства их отправят в приглашение, чтобы они возвращаются, потому что скоро у нас учеба начинается. Также проректор отметил, что на недавно прошедшем совещании совместно с представителями Министерства науки и высшего образования посольства было сообщено о том, что в течение сентября планируются вывозные рейсы для студентов, которые хотят вернуться в Российскую Федерацию. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюз.